Добрый день, дорогие друзья! Еду с мероприятием, посвященным Дню Детей, защиты детей. Всех поздравляю с этим днём. Но хочу в этот день поговорить об одной проблеме. И проблема эта заключается в том, что огромное количество детских фондов у нас сейчас имеется в России. И я с ними работаю. Даже интересно то, что какое-то время был директором фонда, который теперь называется «Подари жизнь» Чулбан Харатовой. Давно он у нас назывался «Гематологи мира детям». Но с тех пор, в общем-то, он жив, хорошо работает, мы все знакомы, постоянно помогаем и как-то в этом участвуем. Участвуем и в других фондах, в том числе и участвуем в создании этих фондов, в каком-то развитии этих фондов и все остальное. Но что сейчас-то я хочу вам рассказать, о чем поговорить? Хочу поговорить о том, что, на мой взгляд, проблема фондов стала достаточно серьезной. Поскольку, конечно, огромное количество фондов поддельных, тот же «Подари жизнь» постоянно участвует в судах, где под его именем принимают средства и отсудить использование этих средств и то, что их забрали, никак невозможно. 13 фондов, я помню, под этим именем было на последнем суде, который так проиграл «Подари жизнь». Он не смог доказать, что он имеет право на свое название и только он под ним собирает. Но кроме этих просто поддельных фондов, которые располагаются в интернете, много фондов, которые собирают деньги на улице. Там вообще не разберешься, кто к чему и как относится. Они просто могут скачивать документы с других фондов. Там же все есть на сайтах и предоставлять тебе, если ты запросишь. Я на ВДНХ столкнулся с такой проблемой и оказалось, невозможно их никак привлечь. И это тоже большая проблема. Есть фонды, которые собирают, и мы часто думаем, что ох, как здорово они делают на детей и на людей, которые лечатся за границей. Но здесь вы должны четко понимать, что если фонд собирают на заграницу и отправляют только в заграницу, то эти дети или эти взрослые, они уже отказались от лечения в России. Они уже решили, что будут собирать таким образом деньги. А для этого нужен отказ от российского лечения. Они так делают и уже все направлено на то, чтобы полечиться за границей. Честно говоря, тоже встречаешься постоянно с какими-то обманщиками и видишь, что иногда через них люди даже гибнут. А семьи остаются в долгах. Часто стало так, что приглашают на лечение, которое ничуть не лучше, чем в России, а то и хуже. И как ты проверишь, если ты там не побывал? А вернувшись оттуда, ты не сможешь никаких претензий предъявить к этому лечению. Но я хотел еще об одной проблеме поговорить. Что огромное количество фондов, которые, казалось бы, честные люди хорошие, и начали они эти фонды, и объявляют вроде все правильно, а то еще и берут и действительно нескольким детишкам помогают. Но в результате всего эти фонды как-то загибаются, так вот можно сказать. То есть потихонечку сходят, сходит их помощь на нет. Дети подвешенные там, в фонде этого фонда, ничего не имеют. И им кажется, что они должны что-то, то есть они надеются, а ничего нет. И это проблема бывает у фондов, когда люди, которые их завели, не понимали своего состояния, не понимали своих возможностей. То есть вот взяли загуш, не знали, что дедюш. И вот это тоже проблема. То есть туда уходят средства, туда уходят, значит, энергии людей, те, кто хочет это сделать, хорошее дело. А в результате нуль. И это, на мой взгляд, потому что часто думают, что они сами страдают, и через помощь кому-то они это страдание лишатся. Люди не, как, помните, я вам ролик выкладывал, социально недостаточный. То есть они сами имеют необходимость поддержки. Они сами не имеют такого психологического, экономического, физического и другого состояния, которое их может на большие дела, что ли, подвигнуть и дать им возможность эти дела сделать. И они, конечно, тоже превращают фонд вот в такую безуспешную организацию. Они все время сами стонут, ноют. И одна из главных вот таких признаков такого фонда, это то, что он давит на жалость организатору, к организатору этого фонда. Не к тому, кто в нем находится, кому деньги собирает, а вот должно стать жалко организатора, что вот как он мучается, какие у него трудности и так далее. Поэтому вот тут фонд, давайте соберем детям. Часто действительно именно на этих организаторов и идут эти средства. До детей они доходят, но уже не в том количестве. Если вы этот фонд организовали самодостаточные, богатые, значит, у которых излишек, излишек этих средств люди. Поэтому, если вы хотите организовать фонд или хотите поучаствовать в фонде, вы посмотрите, кто его организует. Вот у человека, который хочет что-то дать, должно быть излишки того, что ты хочешь дать. Хочешь дать любовь, пусть будет ее больше, чем ты можешь ее на себя истратить. Хочешь дать денег, пусть будет денег больше, чем тебе нужно, и тогда ты их можешь дать. Ну и все остальное. Спасибо за внимание. Еще раз с днем детей вас, с днем защиты детей. Пусть их будет побольше. Пусть поменьше нам будет необходимости им помогать, потому что государство могло бы больше в этом плане делать. Ну и всем, конечно, здоровья ваших детей. Аминь. Спасибо. Спасибо.